Добрый день всем, добрый день. С вами компания «Фитфинансы» Елена Беляева и наш очередной байферн, посвященный техническому анализу нашего рынка. Сегодня не совсем обычный торговый день. Сегодня выходной в Америке Memorial Day и также сегодня выходной во многих организациях в Европе. Вчера был праздник, сегодня после праздничных дней и многие отдыхают. И поэтому сегодня рынок торгуется неактивно, объемы невысокие и на таком рынке обычно каких-то сильных движений не происходит. Фьючерсы торгуются западные, но очень на низких объемах тоже достаточно вяло. Давайте посмотрим ситуацию на текущий момент. Смотрим с вами сейчас на график фьючерсов на S&P 500. Видим, что сегодня фьючерсы находятся в небольшом плюсе, больше чем полпроцента плюса. И боковая динамика в течение дня наблюдается. Это следствие на позитивные новости, которые возникли в выходные. Что ожидаем дальше? Ожидаем дальше попыток роста к уровню 1335, а там уже будем смотреть, как у этого уровня будут развиваться события. Далее, что касается рынка нефти, тут немножко тоже стабилизировалась ситуация. И сегодня немножко фьючерсы на нефть подрастают. Тенденция нисходящая сохраняется. Внутри этой нисходящей тенденции коррекция вверх. То есть ситуация позитивна для нашего рынка и со стороны западных площадок, и со стороны рынка нефти. И отвечая на эту ситуацию, сегодня индекс ММВБ открылся в плюсе, с ГЭПом. И пытался подойти к уровню сопротивления 1305, о котором мы с вами говорили на прошлой неделе. И пока в текущей ситуации на этом галом рынке, скорее всего, этот уровень устоит на сегодня. То есть если мы посмотрим с вами более детально на ситуацию, мы увидим, что практически до первой части торговли сегодня был достигнут уровень 1305. И постепенно сейчас продолжается снижение. И сегодня закрытие, скорее всего, будет где-то вблизи этих уровней. То есть внутри диапазона 1290-1300, где-то внутри этого диапазона, скорее всего, запроется рынок. Что будет завтра, сможет ли завтра продолжиться рост. В принципе, да. Почему бы нет? Все зависит от того, не прибудет ли новая порция негатива. И вот это восходящее движение может продлиться еще некоторое время. То есть индекс МОГБ может достигнуть уровня 1310 или даже уровня 1320. Вот выше, скорее всего, движение будет проблематично. И позже на этой неделе, скорее всего, найдутся какие-то основания для разворота вниз и для просадки индексов обратно внутрь этого боковика. Такая вот ситуация. То есть движение вверх выглядит слабым и, скорее всего, оно затухнет в ближайшее время. Тоже можно самое сказать про акции. Сегодня «Газпром» пытался пробить уровень сопротивления 145. И на ГЭПе на открытии была осуществлена попытка подняться выше. Но на таком вялом рынке редко удается взять значимый уровень сопротивления. И котировки сползли обратно ниже уровня 145. То есть, что здесь тоже может, каким образом могут развиваться события. Тоже, если будет движение вверх продолжено, то здесь у нас есть еще несколько уровней сопротивления буквально на дороге. И движение вверх будет тормозиться на этих уровнях. Поэтому, скорее всего, намного выше акция не пойдет. Сначала все-таки будет возврат в коридор, а потом уже на каких-то сильных новостях, на сильном рынке будет уже решительный выход из этого диапазона. То есть пока надежда на то, что это уже началось настоящее восходящее движение, надежды на это практически нет. На норникеле достаточно такая слабая динамика наблюдается, то есть боковое движение. И, в общем-то, здесь, скорее всего, будут варианты на вход в короткие позиции после пробития поддержки. То есть здесь это один из первых кандидатов на открытие коротких позиций. Если в случае разворота рынка. Лукоэл немножечко получше выглядит. Но здесь тоже есть свои уровни. Есть уровень сопротивления в районе 1690. И к этому уровню тоже стремится бумага. Но тоже ей очень сложно будет этот уровень преодолеть без поддержки какого-то сильного позитива с западных площадок. Поэтому вероятность очень низкая. То есть потенциал просто где-то до этого уровня. Далее Сбербанк. Здесь такая ситуация. Здесь такой вот треугольничек сформировался. И внутри этого треугольничка происходит движение. И тоже нужно смотреть, наблюдать за развитием событий. То есть выход из треугольника. Мы знаем, может быть, и вверх, и вниз. Посмотрим, как здесь это будет происходить в данном случае. То есть пока здесь каких-то решений принимать не стоит. Вот такая, в общем-то, ситуация по рынку. В целом, неоднозначная. То есть невозможно сейчас предсказать, в какую сторону будут развиваться события. Все будет зависеть от того, как будут реагировать западные рынки завтра на открытие, и когда основные участники вернутся к торгам. Как они будут оценивать текущую ситуацию, и какие будут ставки делать. Поэтому наше ожидание сейчас, наше действие – это ожидание. То есть сейчас какие-то предпринимать попытки не стоит. Так, спрашивают, не выпил ли это, я так понимаю, это насчет Сбербанка, да, вы говорите? Вполне возможно, да. То есть если будет из этого треугольника выход вниз, то вполне возможно, что будем рассматривать это как модель продолжения как в интернете. Вот. Посмотрим, как будет развиваться ситуация. По относительному фьючерсу на индекс РТС. Здесь ситуация похожа на ситуацию на индексе МОББ, то есть боковик. И у этого боковика верхняя граница в районе 132,5-133 тысяч. Сюда, может быть, тоже будут попытки подняться. Но пока вот здесь ниже затормозилось движение на более низком уровне, 129 тысяч 500. То есть этот уровень тоже значимый. И здесь сегодня движение остановилось. То есть тоже при попытках пробоя этого уровня, скажем, завтра, цель будет следующий уровень сопротивления. Здесь, на самом деле, достаточно сильное сопротивление. Здесь несколько уровней подряд расположены. И, соответственно, тоже пробиться через толщу этих уровней будет нелегко. Поэтому движение будет постоянно останавливаться. И попытки разворота вниз будут достаточно сильными. Поэтому здесь имеет смысл тоже отслеживать ситуацию. И при формировании разворотных моделей можно будет уже искать варианты для входа в короткую позицию. Если это будет также подкреплено какой-то негативной информацией. То есть на сегодня тоже боковая динамика наиболее вероятный вариант развития событий до конца дня. И закрытие где-то в текущем районе. Вот вкратце вся ситуация. Сегодня не очень подходящий торговый день. И ждем завтрашнего дня. И ждем уже каких-то факторов, которые помогут нам принять решение. На этом мы будем с вами завершать нашу встречу. И до свидания. До завтра. Субтитры создавал DimaTorzok